с вами николай пивненко в проекте дата 29 мая всемирный день здорового пищеварения отмечается ежегодно по инициативе всемирной организации гастроэнтерологов цель привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними все мероприятия всемирного дня здорового пищеварения посвящается естественно определенной проблеме способом ее лечения профилактики а уж к сожалению все что касается гастроэнтерологии проблем таких множество сегодня международный день миротворцев организации объединенных наций в этот день сорок восьмом году прошлого века первая миротворческая миссия организации названная орган объединенных наций по наблюдению за выполнением условий перемирия начинает операцию в палестине день военного автомобилиста вооруженных сил россии и день ветеранов таможенной службы россии но теперь о родившихся 29 мая 1787 год в этот мир приходит поэт константин батюшков поэт с трагической судьбой в рассвете таланта 35 лет от роду он сошел с ума и всю вторую половину жизни провел в душевной тьме гремит повсюду страшный гром горами к небу вздуто море стихии яростные споре и тухнет дальний солнце в долг и звезды падают рядами они покойны за столами они покойны есть перо бумага есть и все добро не видят и не слышат и все пером гусиным пишут 1873 год день рождения николая баумана революционера партийный псевдоним грач советское время сообщали о том что он был убит 18 октября 1905 года черносотенцем на самом деле как сообщают многие исследователи бауман был убит обыкновенным рабочим мало того бауман стрелял в этого рабочего из нагана а тот будучи безоружным оборонялся подвернувшийся под руку металлической трубой ну и остается загадкой почему имя убитого было присвоено императорскому московскому техническому училищу после октября самая известная версия очень проста убийство баумана просто произошло рядом с этим учебным заведением 1917 год в этот мир приходит джон фит-джеральд кеннеди 35 американский и первый президент католик убит в далласе штате техас 22 ноября 1963 года обстоятельства убийства не выяснены до сих пор а сам кеннеди остается одним из самых обаятельных и любимых президентов причем всего мира в 1927 году родился народный артист рсфср игорь дмитриев в 1953 году народный артист россии александр абдулов и два футболиста в 1976 егор титов а в 1981 андрей аршавин события дня в 1453 году после трехдневного штурма турецкое войско султана мехмеда второго по прозванию фатих то есть завоеватель захватывает столицу византии константинополь тысяча столетней истории христианской византийской империи пришел конец ее последний император константин одиннадцатый палеолог дядя софи палеолог бабушки ивана грозного погиб героически сражаясь в рядах защитников города в захваченном константинополе начинаются грабежи убийства более 60 тысяч человек были взяты в плен 1910 год состязание в скорости между аэропланом и поездом первым расстояние между албани и нью-йорком преодолевает летающий аппарат которым управляет некто глен кертис который получит приз 10 тысяч тех долларов 1937 год отъезд александра куприна на родину в париже на северном вокзале перед тем как сесть московский поезд писатель говорит я готов пойти в москву пешком 1953 год впервые покорена джамалунгма высочайшая вершина на земле на нее тогда взошли новозеландец эдмунд хиллари и его непальский проводник норгей танцинг 1988 год начала визита президента сша рональда рейгана в ссср президент прибывает с официальным визитом страну которую за несколько лет до этого называл империи зла и призывал весь мир крестовому походу против ссср встреча проходит в небывало дружелюбной обстановке рейган не в первый раз участвует переговорах с генеральным секретарем горбачёвым в женеве и в реке явики все шло напряженно лед подтаял во время визита горбачёва вашингтон советский лидер неожиданно стал сговорчивее и решил идти на компромиссы в москве же рейган буквально закрепил свой успех 29 мая 1990 год в третьем туре голосования по выборам председателя верховного совета рсфср первый съезд народных депутатов избирает главу республики бориса ельцина а 12 июня будет принята декларация государственном суверенитете российской федерации эти два события означали что россия выбирает новый исторический вектор развития говорят историки что откладывать выбор было недопустимо его судя по всему тогда диктовала что называется в само время ну и последнее в 1913 году в париже в рамках русских сезонов премьера балета страинского весна священная публика потрясена одних шокировали как писали варварские диссонансы партитуры стравинского и грубые вывернутые позы ниженского другие неистово аплодировали им словом получился скандал на одном из первых представлений побывала как о шанель тогда мало кому известная модельская из провинции по легенде оглядев светских дам с черепаховыми гребнями в пышных волосах страусиных боа как о поняла мода на распутье и стала не только шить но и носить свободную удобную одежду из трикотажей мягкой фланели так что эпоха шанель начиналась под нашу музыку под музыку стравинского творчество и красота всегда где-то рядом не так ли с вами был николай пименко в проекте дата а